Здравствуйте! Это канал Максимадзе и сегодня речь пойдет про такой мобильный телефон как sony ericsson z710i этот телефон вышел в 2006 году и представляет собой вот такую вот раскладушку очень довольно таки стильный дизайн и в принципе довольно телефон компактный удобно лежит в руке такой телефон был у моей мамы когда-то был куплен и ей в подарок в 2006 году и собственно говоря это один из лучших телефонов что у нее когда-то был она пользовалась им аж до 2012 года потом перешла на samsung wave 2006 отец меня ходил вот с этим сименсом м65 который на следующий год сменил sony ericsson k750i правда не таким не в таком свете а красный у нее был но но моя мама пользовалась вот таким sony ericsson собственно говоря именно вот в таком цвете по-моему также выходил еще такой светлый ванин такой серебристовый ванильный цвет какая он история еще с ним была помню у них у него сломались кнопки в какой-то момент их пришлось поменять на на другие на беленькие собственно говоря все у меня даже семейном архиве остались и какие-то то ли какие-то видео где я это телефонную в семилетнем возрасте в своем еще снимал сейчас мне девятнадцать лет а тогда мне было семьи я снимал что-то там на на камеру вот сейчас пока покажу даже нас вот так специально так то есть уже и ключик вот такие вот собственно кадры этот телефон на не тот самый экземпляр как вы уже наверно поняли по клавиатуре этот я купил с авида потому что тот каким-то кинозам друзьям отдали эти а те а те их потеряли потеряли этот телефон уже потом собственно говоря что по характеристикам вышел как я уже говорил 2006 длина корпуса восемьдесят восемь миллиметров ширина 48 миллиметров двадцать четыре с половиной миллиметров в толщину в толщину весит 101 грамм вместе с аккумулятором полностью сделан из пластика по цветам и light black это как вот этот и металликсан ну да такой ванильный песочный цвет собственно говоря поддерживает карты памяти формате memory stick micro m2 разъем под нее находится вот нет видимо не здесь или или я забыл как вот или я забыл как его открывать да он он здесь я забыл как его открывать на крышку надо снимать есть браузер поддерживается интернет в баб максимальный объем карты памяти до 2 до 2 гигабайт хотя возможно для четырех будет работать не говоря некоторые хотя я точно не знаю аккумулятор здесь давайте откроем заднюю крышку на 900 миллиампер по умолчанию этот этот на 900 миллиампер возможно даже родной значит симка здесь поддерживается 1 давайте ее вставим собственно здесь мы видим на наклеечки что в малайзии был произведен этот аппарат здесь экран разрешением 176 на 220 пикселей дисплей tft 262 тысячи цветов здесь есть камера на 2 мегапикселя автофокуса по моему в ней нету в принципе это не камера фон как к 750i есть в камере этот трехкратный цифровой зум максимальное разрешение видеосъемки здесь 776 на 144 но впрочем как и в принципе большинство телефонов того времени а максимальное разрешение фото съемки 1632 на 1224 пикселя сотовая связь здесь у нас gsm 850 900 1800 1900 мегагерц собственно говоря вроде бы а gp gprs про интернет не все сказал интернет вап вап 2.0 здесь gprs и edge в 2006 году edge был уже в телефонах довольно таки нужен есть также вот такой вот разъем fastport sony эриксоновский традиционный правда у него уже тут есть небольшая грязь и на это многие многие ту жалуются засоряются контакты из-за этого может пропадать connect собственно говоря поддерживаются и usb кабели помимо зарядки так гарнитуры и принципе много чего можно делать подключать компьютер много чего можно делать значит естественно здесь есть поддержка mp3 есть 72 тональная полифония естественно и многое да вообще много чего другого есть радио короче говоря чего болтать давайте его внешний вид рассмотрим как как я уже говорил внешний вид у него или выглядит элегантно такого черные но здесь конечно ссадины есть слезшая краска здесь вот 5 и позиционный новикей с кнопкой в середине две функциональные клавиши здесь клавиша назад и клавиша стереть что-то это клавиши выводящие в интернет это клавиши выводящие в быстрое меню циферки с решеткой звездочкой кнопка быстрого меню к сообщениям и кнопка включения и выключения здесь находится логотип sony ericsson экран соответственный динамик разговорный есть также еще основной динамик находится здесь ну и собственно 2 мегапиксельная камера который есть еще вот такой маленькой зеркальце через которое правда себя хрен увидишь есть клавиши вот в этих сторонах есть дополнительный экран вот такой вот черно-белый с синий подсветкой ну как он не цветной он такой синий с белым и здесь тоже есть еще вот клавиши есть еще вот такая вот качелька для блокировки и конечно же инфракрасный порт помимо инфракрасного порта конечно же здесь есть bluetooth кстати давайте ну ка еще раз снимем заднюю крышку надо проверить как открывается разъем под карту памяти а вот он открывается с крышкой это я забыл действительно и здесь здесь уже кстати находится карта памяти вот пожалуйста вот так выглядит карта памяти она шла в комплекте вместе с телефоном когда я покупал его на авито на 512 мегабайт максимальный объем как уже говорил до 2 по крайней мере так заявлено но возможно и до 4 тоже поддерживает это это я не знаю проверить не могу у меня на 4 у меня других карт памяти таких нету да все давайте его включать включается он на эту кнопку здесь еще какая-то надпись была ну и она тут то ли наклеечка была она отвалилась с сони эриксон у нас тут отображается такая вот синенькая подсветочка у кнопок так настройки у нас у требует нет сейчас ничего не будем настраивать собственно говоря темка темку мы видим такую вот белый такой вот фон и время вот такой вот мы видим и дату собственно говоря дата сейчас стоит неверная сейчас не 8 марта сейчас 7 марта но в общем потом все это настроиться собственно здесь у нас вот сюда мы нажимаем выходим в интернет но мы не будем этого делать потому что пришла сообщи пришло нам сообщение вообще и на водояркость надо бы убавить мне кажется что-то слишком уж как-то ярковато это клон эта кнопка быстрое меню здесь у нас есть bluetooth и к порта будильники календарь это то что было необходимо мне для интернет адрес поиск сети сайт сони эриксона и некоторые закладки здесь запущены приложения дадут некоторые приложения можно фоновом режиме смотреть собственно говоря нажимая на эту кнопку мы можем посмотреть вызов данный момент пусть списки все пустые ничего нету вверх у нас проигрыватель вниз контакты собственно говоря ну все это все позиции можно настроить под себя собственно клавиши нажимаются очень довольно таки легко и нареканий никаких проблем с нажатием нету собственно вот нажимая на эту кнопку мы переходим сообщения и давайте теперь переходить главное меню 12 иконок здесь у нас это сообщение интернет play now развлечения камера проигрыватель диспетчер файлов контакты и радио вызовы органайзеры параметры собственно play now это выход в интернет на сайт собственно play now сейчас он уже давным-давно не рабочий поэтому мы туда даже не будем заходить интернет также не будем заходить собственно как я уже говорил здесь gprs в об 20 и речь развлечения давайте развлечения позже посмотрим сначала давайте посмотрим камеру собственно вот такая вот камера на 2 мегапикселя никаких и здесь есть и кнопка громкости еще здесь регулировки кнопка камеры которые мы нажимаем и делаем фото вот я нажал никакого автофокуса нету здесь действительно ну и можем также записать видео вот так вот переключаемся нажимаем записать приветствую это проверка видеозаписи на sony ericsson издать 710 ай камера более достаточно подвижно неплохо по моему снимает проверим записи когда перейдем мои файлы сообщение собственно у нас ну как смс ммс голосовые сообщения электронная почта даже имеется входящие новости rss черновики исходящие передали мои друзья это тоже интернет по моему есть шаблоны можно создавать свои ну кучу это от предыдущего владельца что возможность просуду адресантом не гарантируется хэппи безды просто не ничего тут нету какой-то порвала кого-то там к это кой там лингтон которого нету сейчас файлах так что мы его все равно не послушаем так проигрыватель есть проигрыватель ли это довольно таки что-то золотое давайте что-нибудь запустим можем вот так делать и заблокируется тогда вот при блокировке доступ к этим клавишам попадет переключать можно вот этими кнопками а а а а а а а а короче проигрыватель очень крутой и громкость здесь прям зачетненько давайте убавим и выключим проигрывать или выйдем из него можно по исполнителям сортировать в списке воспроизведения можно делать чуть и от камеры то отодвинул короче говоря для музыкального прослушивания телефон очень даже годный кстати говоря есть еще модели под названием w710i которые в принципе она очень похожа на внешне на вот этот вот но этой но от волкман собственно нам узнал музыку заточена тоже раскладушка и дизайном очень похоже такой телефон был у бывшей дяди моего я до сих пор даже помню поюзать не удавалось не давала она мне его но но я помню я его видел я увидел самому в руках несколько секунд держать доводилось пока не отобрали ладно давайте теперь перейдем собственно диспетчер файлов есть альбом камеры что-то я тут снимал подготовка к видео было это есть а это видео давайте посмотрим видео ну на самом деле плохо не плохо это судить вам наверно так ты я бы не сказал стоп а чё серьезно 31 января 2023 года это я так давно купил ты телефон что ли ничего себе ну да если я этот у нее рисун довольно давно купил ты я думал так собственно давайте послушаем звуки надо звуки есть стройный так полифоне звучит это из музыкального редактора демонстративная композиция это для звоночка можно использовать собственно я использовал когда пользование так для тестирования телефон это но для видеоредактора видео диджей есть мелодии собственно что такое видео диджей мы посмотрим чуть позже а мр собственно файлы это музыка с карты памяти место не очень-то много для музыки так что в общем тем не менее так в общем полифонию давайте послушаем чуть пьесе а 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 В виде мелодии, правда, а не в виде видео. MP4 это обычное видео. MP4 это традиционная мелодия для будильника. И во многих сунерексах она разная. Здесь она вот такая вот. Да, помню. Ностальгия из детства. Каждое утро слышал эту мелодию. У из маминого телефона. Так. Ну на будильник я вот такую предпочитаю ставить. Музыка. 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 Продолжение следует... 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 аккумулятор 800 и вот какой 800 89 процентов и есть общий сброс есть громкость настройки о сигнала сообщения посмотрим давайте это светов стандартные ну и звук клавиш по дисплею можно выбрать тему фоновый рисунок приветствие заставку ты когда через сколько там секунд бездействия яркость у нас небольшая потому что на камеру не очень хорошо видно ну и дисплей внешне всегда включены я его оставил чтобы что-то на нем видеть он как бы если не всегда включен и он будет потушен и ничего не будет а если оставить его всегда включенным он когда потухнет на нем черно-белые всякие время батареи будут видны есть быстрый набор вызовов переадресация время и стоимость даже он аудио устройство активной панель bluetooth и к порт юсб синхронизация управления устройством сотовые сети и много чего такого ну и давайте теперь наконец посмотрим что у нас по развлечениям во первых меню сим-карты в зависимости от сим-карты игры видео проигрывать можно смотреть видео видео диджей это такой простенький видеоредактор в принципе в принципе задроты даже на таких телефонах что-то пытались делать реально можно было склеивать видео добавлять них текст что-то еще собственно я одно такое видео сделано видео диджея свое выкладывал в youtube можете по сможете найти посмотреть фото диджей это простенький фоторедактор что-то можно с фотками делать и мюзик диджей то за такой простой редактор создание мини-меди мелодий дистанционное управление какое-то за запись звук это диктофон ну и демонстрация видеоклип удаленность телефона я уже говорил так ну посмотрим теперь игры я сначала давайте приложение посмотрим сначала приложение потом игры по приложениям у нас нечего смотреть их нету видимо все удалили во первых здесь вообще много игры я по наставил но мы посмотрим встроенные и идут по их был некий подписчик который очень хотел чтобы я поиграл в башню 3d я так понимаю это она которая вот здесь есть собственно надо играть не вот так я от камеры отвожу блин не очень удобно играть в таком режиме если честно не знаю как вам а мне честно а мне что-то как-то неудобно так играть а вот мы что-то собираем и куда-то фиг пойми куда прыгаем ой упал я дата в общем с этой игрой понятно закрыл закроем и и ну теперь поговорим про вторую игру если тут есть если тут еще какие-то встроенные я не знаю осталось две только это вот это и алфа винт 2 хотя помню на маме на телефоне была еще какая-то игра про самолетики не верю что встроенные или не встроенные эта игра про самолетики какие-то шахматы помню были а вот да вот эту игру я помню и помню играл на маме на телефоне а вот проба а вот башню 3d я не помню там чтоб она там была я точно помню там шахматы были какие-то розовенькие такие так мы взорвались я не понял правда во что мы врезались или от чего мы взорвались может быть нас пристрелили но я не заметил этого что-то ай с этой игрой тоже разобрались такие вот игрульки когда мы закрываем устройство вот так мы видим здесь батарею туз сотовую это состояние сети время дату собственно как и уже видел можно управлять плеером при помощи можно заблокировать управление плеером вот этот ползунок использовав ну давайте отключим телефон нажимаем сюда ну жож такой вот получился интересный телефон телефон действительно получил очень положительные отзывы очень даже неплохо продавался конечно да к 750 а ему далеко по продажам было но модель действительно хорошая и для и для женщину для женщин телефон очень даже стильный тему или кстати завтра 8 марта на сегодня все до встречи в следующих обзорах с вас подписываться с меня и пишите видосы подписывайтесь на мой блоговый канал ссылочка в описании и вступайте в группу вконтакте всем пока